Тренеру команды ребят И так, как известно, все люди на планете делятся на две категории Те, кто играет в футбол, и тех, кто футбол смотрит В свою очередь активные члены футбольного сообщества делятся еще на три подвида Игроков, тренеров и болельщиков Наш сегодняшний юбиляр, безусловно, начинал как болельщик Но быстро понял, что взирать со стороны на происходящее на поле долго он не сможет И быстро переквалифицировался в начинающего, а затем и подающего надежды футболиста Было это в городе Владимире В котором десятилетний Денис, учась исключительно на хорошо и отлично Поступил в спортивную школу номер 14 Непосредственно связанную с местным футбольным клубом «Торпеда» Между тем, для знающих и понимающих людей становилось все очевидней Юный футболист Евсиков постепенно перерос уровень своей Владимирской футбольной школы И был принят в футбольную школу ЦСКА к тренеру Николаю Михайловичу Ульянову И уже там юное дарование заприметил тренер молодежной сборной России Валерий Газаев Пригласивший Дениса Евсикова в свои ряды Дальше карьера нашего юбиляра стала развиваться в статусе профессионального футболиста В 18 лет состоялся дебют в высшей лиге отечественного футбола А вершиной, как в армейском периоде карьеры, так и за всю игровую бытность Стала золотая чемпионская медаль в составе ЦСКА в 2003 году В копилочке Дениса Евсикова есть еще ряд достижений Серебро 2002 года, победа в Кубке страны, попадание в список 33 лучших игроков чемпионата Победа в первом дивизионе российского футбола в составе Грозненского Терека Кроме упомянутых клубов были еще Томская Томь, Московский Локомотив, Торпеда Зил и Нальчикский Спартак В рядах которого Денис Евсиков был капитаном команды Более 120 матчей Денис Евсиков провел в высшей, а затем и в премьер-лиге отечественного футбола Апофеозом его игровой карьеры стали игры за национальную сборную России Как это часто бывает в карьере футболистов, не обошлось без травм В возрасте 29 лет из-за одной из них карьеру игрока пришлось завершить И началась новая жизнь В 2014 году Денис Евсиков был приглашен на тренерскую работу в футбольную академию Строгино В новом для себя качестве Играя в различных российских клубах, ему довелось трудиться под началом маститых, титулованных тренеров Много раз доказывавших свою состоятельность Это Олег Васильевич Долматов, Павел Федорович Садырин, Юрий Палыч Семин, Валерий Георгиевич Газаев, Юрий Анатольевич Красножан, Валерий Юрьевич Петраков, Ваид Абдул Хамидович Толгаев Достаточно, чтобы многому научиться у них не только в качестве футболиста Но и почерпнуть много тренерских знаний В начале 2015 года Денис Евсиков был назначен тренером ребят 2006 года рождения Которым ровно через год предстояло выступить в самом главном турнире для начинающих футбольную жизнь юных спортсменов На турнире Игоря Колыванова И именно на этом турнире возглавляемая нашим тренером команда сыграла свои первые официальные матчи И даже первый международный, и не с кем-нибудь, а со своими ровесниками из итальянского Милана Все мы и дети, юные футболисты и родители Желаем Денису Сергеевичу Евсикову крепкого здоровья, уверенности в своих силах, творческих удач на тренерском поприще Громких побед и теплого семейного окружения С днем рождения!